Всем привет! И снова очередной уставший обзор. Знаете, чего у нас обзор уставший? Потому что перед тем, как вы снимаете такие обзоры, мы целый день накатываем в городе, приезжаем поздно обычно, очень уставшие, но из-за того, что не хочется раскладывать, потом все это складывать, потом снова раскладывать. В общем, надо снять вечером, чтобы поделиться с вами, сейчас я подносите, язык распяту, что мы купили, для чего, почему и так далее. Вот. Ну что, поехали. Начнем с того, что вот это мы не купили. Анечка, огромное спасибо. Нет, давай вот с этого начнем. А я вам покажу. Ну давай. Спасибо тебе за, как это сказать, передачку. Передачку. Вот это у Анюты ребеночек, маленький, недавно родился, вот она после него вещички передает. Я тут смотрю, даже дала конфеток этот, скорее всего, к Новому году. Спасибо. Это детишкам. Да. Ну, короче, тут попередавала много всего, не буду доставать. Вот, спасибо огромное. Это вот для малыша это все дело. Давай его уберем. Просто хотелось показать. Почему Боря спешит вот это убрать? Значит, взяли мы вареников пельмени. Не могу в последнее время, перебои у меня с готовкой в плане вот таких каких-то мужчиней. Врав, потому что прям очень сложно стоять на ногах в последнее время. Я уже не раз говорила, у меня очень сильно болит правая нога, когда я долго нахожусь на ногах. Поэтому, если готовлю, готовлю что-то по-быстрому. Все. И пока не приду в себя после рода, в общем, будем покупать. Плюс, очень хочу научиться делать вкусные вареники с вишней. Пока что я пробовала, у меня не получается. То ли тесто нужно другое, то ли я не знаю, короче. Нужно учиться это все делать и готовить. И также с творогом. Где с творогом? Где с творогом? Вот один. Вот один. А еще где-то один? Один. Один, два. Один. Два. Вот еще один. А, вот, да. Взяли мы с творогом. Взяли с вишней, это к чаю. И взяли вареники с картошкой. И пельмени. Вот. Это можно прятать. И мы дальше продолжим обзорчик. Взяли мы виноградик, как всегда. 4 килограмма. Взяли мы апельсинчиков в этот раз. У нас немножко осталось еще там яблок. Немножко того, сего остается. В общем, поэтому особо много не брали, чтобы доесть все фрукты. Ананас у нас есть. В общем, как раз к Новому году. Поэтому много не набирали, чтобы оно не испортилось. Чтобы успели съесть. К Новому году решили себе позволить взять просто насладиться. Либо салатик сделать, либо просто поесть помидорчиков, ягурчиков. Это мы взяли на новогодние праздники. Чтобы, знаете, как это сказать? Вот так не хочется что-то выготавливать. Там такое, знаете, вот много-много. Хочется просто провести каникулы в таком расслаблении всей семьей. Поэтому взяли йогуртов побольше. Взяли сыр, крабовые палочки, какао и чай. Вот, это, ну то есть, мы больше, знаете, это покупка у нас, поездка была в город. Докупить необходимые вещи, поделать много дел. И чуть-чуть прикупить продуктов, которые мы не успели докупить к Новому году. Потому что очень много уже всего было куплено до этого. Буквально вот пару дней назад у нас была поездка. Мы множество фруктов накупили, всего. А это так мы докупили. Потому что уже на рахт, например, свет. В машину не влезло просто. А, в машину не влезло. Придущие поездки мы показывали, вернее, обзорчики, что мы купили. Буквально вот пару дней назад. Поэтому так, по мелочам докупили в этот раз. И основное это было, нам нужно доукрасить наш дом. Уже вы увидите в видео, как украшали. Но, короче, гирлянды вот именно в этом обзорчике вы увидите, которые мы купили. Купили вот такие четыре гирлянды. Здесь 10-метровые гирлянды. Не распутывая, не распутывая, не распутывая. Что мне понравилось, что здесь каждая лампочка, каждый цвет лампочек идет отдельно. Независимо от двух от друга. То есть, если какой-то один цвет перегорает, остается другой цвет. Здесь четыре цвета. Ну, стандартные. Четыре цвета. Десятиметровая гирлянда. Четыре штуки мы взяли. Две это на кухню. Ну, кто видел, как мы украшали дом, поймет о чем и как мы для чего украшали. И одну мальчишкам в комнату порадовать их, и одну Анютке в комнату. В общем, такой у них вот, как и в виде ночничка. А папе в комнату. Папа уже старенький для таких вещей. А что, меня тоже порадовать? Что, мне радоваться не надо? Все уже? А ты будешь выходить в кухню и радоваться в общей картине. Ну, ладно. И тоже взяли мальчишкам. Не поскупилась я заплатить, потому что для этого мы брали китайские часы. Нужно только чек сохранить, Боря. Взяла хорошие часы детям в их спальню. Ты только за шнурок не доставай. У Анюты есть свои часы у него в комнате. У нас есть часы. А мальчишки утром встают, и они не могут понять, то ли это 6 утра, то ли это 8 утра. Потому что и тогда, и тогда еще темно. И у них сбивается ориентир, во сколько им вставать. Они встают в 6, потом говорят, ну уже поздно ложиться. Ну, то есть встали уже, все встали. А так у них будут стоять часики. За шнурок не бери, а то, говорю, сразу будем чек вести. Ага. Знаешь, как надо дернышек вести. Вот так светятся, только голубым. Я красным не захотела брать. А вот прям ярко с синеньким. Но включать не буду. В общем, гарантийчику нужно сохранить. Здесь часы и будильник. Вот. И мальчишкам будет в комнату стоять. И что мне очень понравилось, не захотела брать на батарейках, вот такие часы стоят 1000 рублей. То есть не 250, понятно, с гарантией. И они от 220. Что не надо будет постоянно менять батарейки. Понимаете? Она говорит, они настолько простые в управлении, но надежные. Год гарантий на них дают. Но явно, что они не сломаются через 5 дней. Поэтому вот мальчишкам сделала такой тоже подарок в комнату. А то они к нам утром приходят в нашу комнату и пытаются там по часам посмотреть. Сколько же время? Вот. А мы просыпаемся, что хотите? Время посмотреть. А у нас же тоже темно. У нас вот такие часы обычные висят. Как они там пытаются заглянуть туда. Говорю, все, теперь у них будут свои часы. Салфетки купили. Скоро у нас роды. И чтобы потереть где-то ребеночка. Если где-то, где-то мы моем. Где-то ночью особенно не хочется нести ребенка вниз. Мыть его под водой. Будить всю семью. Потому что это что же... Не все дети любят купаться под водой. Знаете, вот это... Днем можно под водичкой подмывать ребенка. Потому что как это не первое время? Очень часто. Очень много и часто. В общем, 6-7 дней в день. А ночью, когда хочется все спать, чтобы побыстрее, потихонечку никого не разбудить. Салфетки вам в помощь. Поэтому купили салфеточек. И давно я подумала о масляной яйце. Мы же, кто знает, покупаем отдельно сливки на домашнее масло. Оно у нас в суточках таким комочком лежит. Мы его просто ложкой раз нам бросили в кашу, картошку, куда-то. А есть масло, которое мы используем в магазинное президент. Президент берем. Для бутербродов. Вот. И мы его просто вот держали, но оно напитывает холодильниками. Так невкусно. Вот. Поэтому говорю, Борик взяла. Такой нержавеечка. Красивая такая масляничка. Раз пачечку открыл сюда положил. И все. У нас маслянка ее сегодня назвали. Я говорю, у вас масленица есть? Она вы иметь в виду маслянку? Я говорю, ну, наверное, маслянку. Кто как называет, в общем. Вот такие у нас сегодня были покупочки. Тоже хотелось с вами поделиться, что купили. До новых обзорчиков, до новых видео. Пока-пока. Это, наверное, самый короткий обзор, который у нас есть на канале. Покупок из города. Вот, все. Пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok